всем привет дорогие друзья с вами как обычно вудит и добро пожаловать на обзор тимран капа номер один который прошел на той неделе обзор чуть припозднился но ничего страшного в общем то так давайте издавить это в мод давайте посмотрим какие триксы здесь в принципе есть ну и будем смотреть эмки в общем то старт у нас как вы успели заметить просто спуск с рампой рам на рампе прыгать нельзя то есть мы по ней просто на нее наскальзываем и летим далее мы здесь прыгаем 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 две рампочки для двух игроков и один собственно берет плазму если требуется другой просто встает на позицию сюда вот на лампочку чтобы собственно подкинуть второго в цп можно спрыгнуть просто с даблджампа сюда то есть даблджампа и пуста с перчатки от первого игрока а второй в кутри берет второй берет плазму как бы прыгает по этим столбиком делает прыжок на первом и собственно залазить с плазмы для чего здесь вот эта штучка и есть далее значит человек который сюда забрался нажимает кнопку выпадает флай и этот флай надобно поймать тот игрок который вот тут вот стоит он должен поймать этот флай и залететь сюда далее пока второй летит этот уже на готове он должен пихать повторить или порт другого сложно наверно будет тем рады капки но в смысле темран карту как-то обозревает что здесь происходит ну да ладно в общем то заходит в телепорт 1 оказывается здесь у него значит давайте его роут разберем первую часть у него здесь внизу он делает об собственно залетает наверх у него две ракеты здесь берет аптечку здесь закрыто что делает 2 2 берет гранату перепрыгивает с гранаты сюда нажимает кнопку и вот эта дверь собственно она открывается далее по дефолту рассматриваем дефолт не дефолт будем смотреть уже в демках я прям все не буду разбирать то это очень долго будет наверное в общем то здесь один стыд один стоит все счетов либо уже здесь наверху до перелетел здесь у него тоже по моему две ракеты да в общем то он либо кидает ракету второму другом да будем говорить другому 1 2 запутаемся либо он перелетает сюда и отсюда кидает вниз ракету но лучше конечно оттуда здесь в общем то каждый берет по ракете у каждого своя ракета и таймингом с прыжком делается 2x залетается сюда наверх и здесь две кнопки которые необходимо нажать обе если вы нажимаете обе плюс-минус одновременно то открывается внизу собственно от этого дырочка и портал который ведет дальше в комнату первый у нас игрок один игрок оказывается здесь на гранате и он по идее должен уфта 2 зисел с плазмой 3 полазминки дают 2 зисел он делает это топ таким вот образом да надо залететь вот сюда вот наверх авто другой пока тот делает он должен как бы кинуть ему гранату то есть с каким-либо с каким-то углом до определенным например или там не знаю вот сюда наказывать вот но в общем-то каким-либо каким-либо образом который вы придумаете сможете найти и так далее один залетает сюда здесь у нас вот эта вот кнопка она активирует вот этот лифт то есть второй кин один кинул гранату сразу пошел на лифт этот сюда залетел нажимает на кнопку и сразу же спускается и вместе оказываются на лифте ну и у каждого с по телепорт входим в финальную комнату здесь у нас обычные страйф прыжки ничего прямо особенного нету оба нажимают кнопку и пады меняют свое расположение то есть становится как бы зеркальными ну и здесь просто распрыгиваемся полетим сюда и каждый каждый берет rail и собственно стреляет по кнопке ну и финиш одному не вини как нельзя точнее наверное можно но по-моему нельзя вот я взял дар его ведь тайминг специально такой что один никак не финиширует нужно нужно обязательно два игрока такие вот триксы наверно мы разнообразие всего и вся увидим тем как я надеюсь так что особо разбирать не буду могу сказать только что отдельное спасибо аксосу димону тути-фрути и дональду потому что все они тесте я чуть-чуть теста но я немножко принимал участие но моя роль особо незначительная вот а ну и давайте наверное разберем то что в дымках по моему точно не будет здесь в общем то можно в общем то идти обоим не обязательно суть в том что нажимаю вот эту кнопку левую опускается финиш и можно упасть и оказаться вот здесь и в целом если пока один прыгает 2 может уже например делать какой-нибудь при джам такого рода и долететь до финиша это тестилось это все реально но это по сути то же самое просто по времени поэтому наверняка этого никто не делал проще по падам прыгать верно а ну и еще то что мы с дональдом придумывали можно когда вы выходите оба сюда в эту комнату один пихает другого наверх тот залетает на финиш берет рейл спускается в телепорт оказывается снова здесь стреляет в кнопку опускает финиш в это время один игрок может уже делать при джамп и залетать а второй после выстрела при джампится по этому паду там что-то но мы нашли какой-то спейсинг очень сратый такой непростой при джампится по паду и собственно тоже залетает на финиш но по времени это тоже плюс-минус одинаковое количество прыжков там получается плюс-минус одинаковое поэтому это естественно этим никто не занимался даже если кто-то этой песни ладно давайте перейдем к демкам надеюсь что все демки в порядке бурка да так внутри давайте шестое место не было zeppelin это у нас американцы как мы видим давайте посмотрим так я хочу запись проверить запись записывается вот собственно все по дефолту происходит естественно мы посмотрим взгляды от обоих игроков вот он перепрыгивает с гранатой открывает кнопку кидает наперед практически ракету с прыжком таймер 2x таймит гранату этот уже на лифте нажимается кнопка тот спускается ну и оба прыгают ну единственное что здесь еще можно прыжок срезать сразу на кнопку прыгнуть без главного пада 2 что-то там запоздал конечно но ничего страшного вот достаточно дефолтный рот так давайте второго посмотрим что у него происходит вот он забрался с плазмы нажал кнопку тут уже на готове полностью вверх его пихает таймит ракету у них там по моему пинги кстати чуть ли не лановские были у него будет за пеленом как я понял они мало того что вроде как живут рядом они еще и у них еще и свой сервер был а но он очень долго на финише начинал да я понял а еще и долго кнопку нажимал но в общем-то косяк до кого война не на этом то что не было настолько ждал там секунды две они очень много потеряли на этом ну и собственно какие дела так бельгийцы kitkat и джилл ван давайте посмотрим что придумали они если они что-то придумали пока все достаточно дефолтно ничего такого происходит хороший 2x чуть-чуть он завтыкал до видела с кнопкой блин классный опс гранаты очень классно тут уже все плюс-минус более четко да единственное что они очень синхронно опять же то есть можно было бы это и нивелировать и идти более синхронно но видимо в силу возможности тиммейта да тимран происходит в основном в целом конечно ничего тяжелого никто не делал но как бы все равно тимран зависит от двоих игроков или от пятерых да смотря на сколько карта на то он тимран на часы и проки-поп одинаковое время у них абсолютно синхронно ребята выступили посмотрим то есть у них что-нибудь интересное очень быстрый залет телефон вот здесь на ракетах конечно они долго это все соображали не очень оптимальный road тоже с гранатой гранату вот в общем то новый способ прохождения до комнаты что можно просто толкнуть с гранатой чего чувака и будет часть здесь абсолютно синхронно да молодцы в консоли рисовать умеете так дождя мы джелл вы на не посмотрели да блин я и тогда извините ребят ну джелл вы на то не посмотрели плана запомнили мы посмотрели тех ведь нифига финты вы видели джелл ван кифин вы видели ребята давайте еще раз я обращу ваше внимание если вы не заметили джелл ван тупо финты ты посмотри подальше вы видели как стрейфинг джелл ван тупо жёстко конечно ну хорошая плазма тут как бы ничего не скажешь он пролетел просто он просто пролетел очень быстро и очень быстро тут они все за таймери с определенными углами все это естественно оттачивается отыгрывается тренируется быть желан не стал связать угол не она техника у джелл вана явно получше конечно чем пиката но тем не менее все в порядке хорошо хорошо так противогна часа досмотрели я так понимаю очень быстро конечно не телепорт сделали но вот здесь вот они конечно очень долго практиков ждет не уверен что это прямо медленнее но по моему это гораздо медленнее чем сразу кидать ракету ну и вот он скидывает его на лифт сама прыгает назад очень долго пешком шли еще на финише но зато срезал прыжок как бы можно срезать прыжок и без топтания на финише ну в целом хорошо хорошо дональд отправил я не отправил я честно забыл потому что мы доигрывали еще выку 3 пытались сделать ну давайте в любом случае дам куда надо посмотрим я абсолютно забыл отправить демку отпрыгивать значит от рампа он там известная бабуля рам если они под определенным углом новый кутри мы собственно ничего не сделали мы просто исполнили чистый ран по моему насколько это возможно тоже так же как и про кип-оп с на часом мы делали вот эту вот этот вот эту срезу дональд чуть-чуть хуже быстрее филы не долетел был он ну нормально нормально так второе место значит уранье и карас уранье карас две секунды от нас с дональдом давайте посмотрим что они такого придумали на 2 секунды главное не забыть второго посмотреть а ну да я понял тему что он не ждет а сразу забирается на 2 блин классно а мы про это не подумали но я не буду оправдываться да таким образом тоже можно это тоже быстрее судя по всему блин класс класс мы об этом не подумали я оправдываться почему как это все случилось не буду но тем не менее приятно видеть что как бы никто тимран это и не играет а люди способны мы с дональдом как бы поиграли за компанию и блин ну классно же классно ребята все способные все могут в роут и что-то придумать свое ну кроме про кип-опа как бы блин ребята молодцы а давайте проводить часть чаще тогда тимран кап и если вам нужен кап для того чтобы играть в тимран мы вам дадим кап просто имейте ввиду что карт тимрановских тоже мало в общем то такая раз сорок девяти три задание старт чтобы как бы побыстрее упасть до спешка ну там немножко быстрее но все равно каждое я думаю копеечка вот он сразу идет значит наверх и не ждет и здесь они в один телепорт прыгают и здесь собственно скип который мы видели увидим еще в cpm по-моему где-то скипнул кайра спрыжок но они они оба да походу скипнули судя потому что они синхронно прыгают и ну классно классно но прыжок дает 600 ну не что не прыжок 700 должен давать ну ладно класс и первое место снул и гоблин сноу блин как их можно назвать у них очень интересный старт то есть он первого отправил прямо сразу в путь а сам потихоньку побежал давайте я объясню попробую в общем то зачем зачем так сделал мы с дональдом тоже там кое-что сделали и в этом есть определенная логика в целом дорожки в первой комнате сбалансированы и если вы одновременно скачете и оба делают все хорошо то человек который с плазмой например в кутрида может иногда врезаться в человека который спереди значит но это больше для cpm работают они для в кутри для в кутри я не знаю зачем они так сделали то есть ну но по идее да у первого будет чуть меньше тайм у второго а будет обычный тайм по факту и так как засчитывается сумма таймов в этом есть смысл но в цпм в этом есть еще и другой смысл потому что одному надо быть быстрее чем 1 чем другому одному надо быть быстрее чем другому и для этого собственно это все происходит чтобы сэкономить время чтобы никто никого не ждал я к этому виду да я пока тупой утро вот это все он давайте смотреть дальше оба зашли в телепорт верхний с гранатами просто перелетели сюда тоже значит все абсолютно скипнули оба западно заходили в телепорт и друг друга оба скипнули прыжки и и собственно 44 секунды классно классно в кутри очень классно так цепи не капсай он играл с крызялом сожалению а почему который синхрон дешелся а может у них не было особо времени и я не знаю это плюс-минус там какое-то 5 прохождение до вероятно они даже но с ролями еще не разобрались кто че должен те кто кому как удобнее будет делать и так далее залетел каким-то чудом не капсайта по-моему до фитера да если я не ошибаюсь а все хорошо сделано то а где не потеряли ну то есть не то что ну без особых каких-то там косяков да тихонечко делают все в порядке дефолтным роутом неужели на сейчас взял вы ждать а он даже не подожидала сумму ну там в принципе тайминг нормальный а ну вот им сейчас придется заново это прыгать я понимаю тут из-за недостатка опыта 1 собственно 2 совсем уже тянет ну то есть то есть если один человек играет ну слабенько а второй средненько то это уже конечно могут быть проблемы потому что если вы играете совсем слабенько не можете по падам пропрыгать которые достаточно легкие планы верно конечно пока ну пробовать можно просто этим рано я не запрещаю камни что-то не долетел ну бывает бывает ничего страшного я в общем-то к тому что будьте аккуратны и друг друг на друга не горите никогда вообще в тимранах потому что сейчас у вас что-то не получилось там через пять минут не получилось у вашего партнера до вашего тиммейта как по это дефраг все прямо с первого раза естественно никогда не бывает поэтому имейте ввиду что и скилы разные и у кого-то лучше будет руки джам получаться у кого-то там стрейф и лучше будет получаться то есть это все надо друг с другом общаться и узнавать у кого какие сильные стороны и в дальнейшем тимран разбивать на комнаты которые вам подходят ну либо крутиться и вертеться если доступа в нужную комнату нету а меняться комнатами потом неудобно там ты гну это нюансы в общем же ладно то фу уши кости минута 06 по суе по всему тоже прошли просто чистенько фокс тимран 3 играли они тоже фрагу кстати огромное спасибо фрагу оба пошли за плазмой что такое тут они придумают оба а зачем ладно на но он думал наверно что без плазмы не залететь на цп ну тут все потихонечко нормально затаймил затаймили ракету то есть по прыжку тоже вот этого не такую срезку ну не то чтобы прям-то быстрее но свой такой обход оба почему бы нет тоже хорошо ну очень много лишних прыжков но если ему так спокойнее почему нет то есть если стрельба пострадает почему бы нормально хорошо волцы ребята так 5 до 5 а подожди мы все по а подожди-ка а шаркости посмотреть а мы у гоблина посмотрели 2 мы у гоблина не посмотрели 2 да о чем молчите блин я настолько не привык что надо 2 грубо говоря дымки одинаковых смотри у меня так ломается шаблон вы не представляете это как-то два раза должен в одной папке дымку посмотрели она сейчас посмотрим вернемся гоблину не волнуйся гоблин есть это смотришь все равно я в тебя разочарован потому что ты не хочешь играть пушки со мной ну в общем то все хорошо зачем-то с приседом ну так мы попроще ничего страшного я я не возмущаюсь если что не критикую ни в коем случае чьи-то роуты и так далее я просто так удивляюсь как бы по-хорошему удивляюсь почему ух ты с приседом зачем в общем туда минута 06 так давайте вернемся гоблин гоблин это мы не посмотрели и рисует гоблин нам глазики носики ждет оппонента злой гоблин вот он его значит спихнул вниз сам пошел но это все только для того чтобы сумма таймов чуть-чуть было меньше цепку 3 как бы в целом неплохо да тут и конечно все все по скипывали все по скипнули отличная демка что я могу сказать отлично ну я надеюсь вам плюс-минус понятно хотя бы что происходит если что пересматривайте как вы записи до так же кости мы посмотрели кошаков 1 до 5 минут и кошков и это пил насколько я помню все 7 8 интересная моделька кошков а вот просто забыл джампом отлично залетается тоже все плюс-минус тихонечко торопиться ни в коем случае не нужно всему свое время скорость вы еще себе успеете нарастить а вот хорошую мышечную память это надо постараться хороший 2x тоже собственно вот они просто скипнули о хотя в особом побыстрее в данном случае не ну хорошо волосы ребята то есть ребята поспособны и это на самом деле очень приятно очень приятно что в итоге поучаствовала ну вот там плюс-минус а ну сколько по списку было 13 команд по моему или что-то типа того 13 команд было по списку и вроде как все или почти все отправили демки и блин очень круто что ребята поучаствовали то есть я к тому что тимрану никто почти не играет играем только мы с дональдом там да с димоном но с гоблином последнее время поигрывали тимраны но блин что хотел сказать а в общем-то имейте ввиду сервера тимрановские если что есть дискорде в этой в текстовом ссылка в описании будет на дискорд там есть текстовый канал тимран там в закрепленных сообщениях есть сервера тимрановские там их и по пять штук больше больше даже поэтому выбирайте себе если захотите играйте список карт там я не знаю напишите мне я вам напишу чем простенькая но вот эта карта она совсем простая как бы дальше будут сложнее намного карты более техничные эту карту мы специально переделывали для того чтобы ее поставить первой на тимран кап и посмотреть как 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 вы как людей это съедят от себе один в общем-то пил очень много просто хочется сказать на самом деле по тем ранам и стримов как вы могли заметить пока не особо не особо есть поэтому особо и не поговоришь ну пока не до стримов так скажем да все четенько все хорошо исполнено никто не торопится это самое главное что все тихонько делают нету какой-то тряски все согласовано да как бы нету какой-то нервяка этого что надо быстрее тут быстрее там еще быстрее пихнуть тебя мне потом прыгнуть в общем-то это приятно так 4 до 4 значит место и dm с одинаковым таймом на 10 секунд быстрее 48 секунд интересно стрейфинг вверх тут уже все побыстрее ты ребята видно по опытнее чуть-чуть в целом дыхали вот тут уже дм был сразу наверху да то есть он ничего не ждал он просто залетел и все и тут то же самое не идет на это медленнее это немного медленнее чем словом который например не дефолтный да как к тела как должны делать а запуском запуском граната с отталкиванием гранатой да нормально ну то есть вот как у нас как хрест умальдом выпутки да просто чистенький ран но я кстати не знаю ребят давайте с обами дружите потому что скипать об и терять на этом время потому что вы там что-то не смогли за таймить и так далее не надо типа свою такую проявлять таких моментов других картах намного больше просто намного больше здесь только один момент когда один зависит от другого настолько что надо за таймить это тут как бы все очень упрощенно поэтому старайтесь как-то координироваться находить какой-то общий тайминг не забывайте что один может подавать какие-то сигналы другому главное не говорить я к тому что главное не говорить сигналы как бы не не говорить все сигналы должны происходить непосредственно в игре если у вас голосовая коммуникация то имейте ввиду что вы сказали для себя сейчас на сервере пинг а ну ну на сервере не так там не так критично но в дискорде где-то везде там пинги небольшие но пинги поэтому имейте ввиду что вы сказали типа давай например кидай гранату и он кидает гранату там через полсекунды или чуть чуть позже чем нужно это уже типа да как бы тоже фейл поэтому все какие-то признаки сигналы в тем ранах они должны присоединить непосредственно саму игре там прыгнул нажал таун там пострельнул да еще что-то как бы вот такие вот моменты но исключение если кто-то смотрел черт персон стримы когда мы играли втроем исключение там это двери дом их потом в конце уже не говорили просто там большое расстояние возможно дональд не слышал там еще что-то и видимо мог не слышать мои прыжки поэтому я уже говорил там чуть-чуть заранее что гол типа открываем двери ладно брэндон майт 42 288 тоже собственно отпрыгивали отпрыгивали от рампы тоже заранее ракетка плюс-минус нет мать брэндон два ветерана они тут тоже значит скипнули нафиг эту комнату на чем очень много выиграли но мы с роутом да я вообще спорить не буду москаль там что-то все залупается что ой они такой роут сделали ой 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 я напомню что во первых было бы наверное с одной стороны не очень честно если бы мы сильно запарились с роутом потому что мы ее играли во время теста но мы были честны со всеми мы не играли и вообще пока тимран там пока команды набрались пока то все пока там доделались какие-то технические моменты по карте мы ее не играли мы играли честно вот от как бы от старта до финиша и играли мы типа больше на интерес как ну то есть роуты которые мы видим они присутствуют общее то есть тут ничего по сути нового наверно уже нет мы не увидим это все мы видели частично внутри это уже и cpm делалось то есть очень классный стрейк кстати от найта ну найт кстати хорошо очень стрейк это не знаю что он забил на дефраг нормально хорошо так это кто были 3 3 вот в общем то якобы победители ой 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 в общем я не буду мне просто не очень понравилось что как отношение москаля по этому всему поводу и он видимо каких-то вещей не понимает который я пытаюсь сейчас объяснить что мы играли как минимум номинально конечно хотелось там и выиграть и все но мы как бы там не знаю ну прям не затрачивали там по часа не знаю часа 4 за два дня поиграли ну то есть четыре часа в два дня примерно где-то больше где-то меньше ну в общем я еще раз ни в коем случае не оправдываюсь если кому-то станет легче и кто-то сейчас говорит у чесв не играл говорит карту ла 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 я просто хочу сказать что что а ну да если кому-то станет легче там и проебались с ротом но я еще скажу мы особо не искали вот и все андет маска я в общем-то сорок один и восемь у них старт спирил чтобы гораздо но быстрее упасть собственно и сэкономить в себе времени играл со skyx он тоже собственно вот этот спик от одной гранаты кстати говоря да и залетали тут у них за счет вот этих скипов видите какие чеки получается первая комната очень медленно вторая уже сразу плюс 3 секунды потом плюс 2 секунды и потом минус 160 все такие вот дела давайте согласно skyx а что произошло посмотри я не отрицаю я и москалю сразу почти сказал ну там и по слову за слово так сказать да я ему пришлю сразу сказал что да вы проебались с ротом и что как бы кичится тем что вы там какой-то уникальный рот нашли да вроде то же самое все все делали а там не граната там 2x было от ракет я понял да я вас поздравляю ребят если вы сыгрались прямо у вас все хорошо я вас поздравляю но не надо сразу подключать кого-то своего внутреннего зерга пожалуйста я очень не люблю это я могу там не знаю наверно за мной тоже есть такие косяки которые я не замечаю например да это вообще что я там где-то что-то повыебовался но это больше в шутку у меня бывает и как-то вроде все понимают я вроде еще не слышал свой адрес ничего такого что типа учат свою ну а тралкают конечно но я не думаю что это всерьез какое часы ребята посмотрите так в общем то давайте первое место первое место ты кто же кто же ладно в общем то я с дональдом играл ну нормально карта конечно такое себе в общем то я здесь пихнул на старте чтобы он побыстрее полетел и у нас достаточно дефолтный рул мы его просто немножко там видоизменили кидала мне рокет в стену который я ловил здесь в общем то он должен у меня подкидывал гранаты то что мы уже видели ну и здесь собственно верно только из-за этого весь ран и случился мы сделали синхронный гаунт лет буст то есть был с перчатки синхронный сделали кто хочет там в таймскере что-то поразглядывать кстати там но все дамки скачивайте на деф-код тут я уж не буду прям заостряться вот он не кидал стену ну два дня ты за там скейли сейчас я что-то вторая демка то есть что происходит дональд прыгает на второй прыжок я прыгаю с ним чтобы он на меня не запрыгнул ну тайми да и мы одновременно друг друга пихаем перчатками делаем буст жопой это очень важно жопой не потому что мы чсв тупые и просто мы на вот похуй мы можем и спиной попрыгать суть не в этом суть в том что если мы будем делать передом например да буст то есть каждый будет делать по траектории ну давайте зайду до то есть если каждый вот мы прыгаем друг на друга и каждый будет делать в свою сторону дальше то есть вот мы пихнули и делаем буст мы во-первых друг другу мешаться очень будем во-вторых нужно учитывать что перчатка толкает назад а там не машинга на там ничего нету мы толкаем друг друга назад если даже мы друг другу не будем мешаться и я допустим стою вот здесь за как бы а дональд чуть-чуть правее и мы друг на друга прыгаем толкаем перчатками то есть мы должны повернуться он меня толкает туда я его толкаю туда и делаем передам буст это тоже медленно потому что во первых с перчатки не так уж и много ты там на бустишь себе а во вторых вы толкаете друг друга не по направлению пуста поэтому было собственно решено так как скорости хватало было решено делать спиной поначалу было тяжеловато но потом плюс-минус там один из трех достаточно часто в общем-то получалось иногда даже чуть ли не три раза подряд мы это делали ну именно вот совсем раном да там ну то есть не просто тренировались и сделали три раза подряд а именно в игре сделали ну в общем то вот мы как бы прыгаем пихаем друг друга назад перчатками и собственно сликаем шоком там единственный был риск что мы иногда могли друг в друга врезаться спинами так сказать кто-то кто-то кого-то как-то заблочит да и уже фейл естественно свои риски были бывало что и перелетали просто пад этот на который должен был быть второй прыжок ну в общем то было всякое и смешно дональд прости меня но я должен это показать есть в общем-то девочка так а куда языки да у нас был ран вообще почти грубо говоря идеально кстати интерес средние чеки у нас с этим это сохранил демку мы здесь карту не прошли но было очень смешно я смеялся очень долго на плюс 48 нормально ну как гоблин сказал кстати у нас рангу здесь еще старая страдка наверное медленно на 400 как гоблин сказал зато у нас самый честный ран мы ничего не скипнули все честно прошли вот здесь уже значит с бустом это мы тренируем все у нас получилось мы летим все мы идем на плюс на тот момент и дональд промахивается в окно я сначала не понял а где финиш что мне показалось что он попал и типа блин это было так смешно дональд ты прости ну это нормально что кто-то промахнулся в тимранах вообще наверное нельзя какие-то а им в штуке вот эти делать что кто-то куда-то должен попасть там гранатой в дырочку не дай бог вообще поэтому как бы вот ну это просто самое веселое что мне запомнилось я эту демку сохранил давайте в общем-то перейдем к результатам такие вот у нас результаты спасибо да всем участникам большое спасибо всем кто дал сервера это нейт кг там frog подсуетился большое спасибо вам ребята я не знаю смотрите ли вы этот обзор по крайней мере frog в общем-то 6 команд получается вку 3 7 cpm по списку у нас так и было 13 единственное что я не отправил демку в ку-3 а корзиал не отправил демку в спэм и получилось как бы не очень хорошо но в целом все прошло плюс-минус нормально блин ребят посчитайте сколько это 26 игроков 13 команд на не на каждый варкап даже пришлет ну в общем давайте подытожим все ребята молодцы всем большое спасибо к москалю мне отношения немного испортилась я теперь тебя него не очень так сказать люблю да и димона ты вчера тоже расстроил насколько я смог понять в общем-то планируется этим ранка пытам может быть один раз в месяц проводить может быть чуть реже до как-то карт 10 штук условно говоря на двоих типа штуки четыре там на троих сколько-то там на пятерых есть карта то есть это будет еще на чем больше игроков тем сложнее это организовать два на два типа ну к тем раны на двух игроков в принципе как мы поняли достаточно easy организовать и каждый себе найдет партнера а вот найти двух партнеров это уже другое в общем то еще раз всем спасибо пишите в комментариях что думаете по поводу тимран капов вообще то есть как часто может проводить там так далее еще раз напомню что их тимран карп тимран карт очень мало ну в общем то все ребят всем спасибо всем удачи и увидимся на серверах и на стримах и где-нибудь не забывайте ставить лайки подписываться поддерживать вот это все я очень скучаю по вам но пока стримить не буду пока не могу все 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 всех люблю целую всем пока